Представители Германии, Дании и Швеции заявили, что причиной поломок газопровода «Северный поток» стали взрывы. Правительства этих стран считают повреждение результатом умышленных действий. Подозревают, что утечки газа – это саботаж. И не исключают, что речь может идти о диверсии. По-прежнему неясно, кто может стоять за этими действиями. Начато расследование. Его результаты могут привести к серьезной эскалации энергетического противостояния между Россией и Европой. По оценке властей, это преднамеренные действия. Это не инцидент. Ситуация настолько серьезная, насколько возможно. Но я не буду спекулировать тем, кто за ней стоит. У нас есть данные шведской разведки, на основании которых мы пришли к выводу, что это, вероятно, преднамеренное действие. Это вопрос саботажа. «Северный поток-1» и «Северный поток-2» не принадлежат Швеции или Дании. Речь не идет о нападении на территорию Швеции или Дании. Но при этом правительство очень серьезно относится к тому, что произошло. Не в последнюю очередь в свете текущей ситуации с безопасностью в непосредственной близости от нас. Предполагаемый саботаж трубопровода в Балтийском море – это еще одно напоминание о том, что мы зависим от критически важной инфраструктуры, расположенной в том числе и под водой. На связи со студией Вадим Денисенко, исполнительный директор Украинского института будущего, советник министра внутренних дел Украины. Здравствуйте. 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 Возможно ли, что поломка «Северных потоков» – дело рук самой России? Если так, то какие факты на это указывают? Ну, я считаю, что это выгодно только россиянам, и поэтому мы четко понимаем, что это не случайность, мы понимаем, что это предумеренные вещи, и выгодно это только россиянам. Поэтому говорить о том, что кому-то еще нужно было бы это подрывать, рассказывать о том, что это могла сделать какая-то мифическая террористическая организация – это все ложь. Поэтому мы должны четко понимать – это дело рук россиян. А в чем эта выгода для них состоит? Ну, в принципе, Россия имеет здесь два фактора. Первый – это внешний, второй – внутренний. Если мы говорим о внешнем факторе, то это часть большого энергетического шантажа, который россияне начали против Европы еще год назад. А с началом войны против Украины он только усиливался, и россияне считали, что они смогут создать огромнейший энергетический кризис в Европе в отопительном сезоне 2022-2023. Они уже четко понимают, что этого не будет, несмотря на то, что достаточно давно уже «Северный поток-1» остановился, «Северный поток-2» так и не был сертифицирован с началом наших боевых действий. Но, тем не менее, они рассчитывали, что Европа сдастся, и Европа будет просить о помощи россиянам в связи с тем, что она будет мерзла. В связи с тем, что хранилища заполнены практически полностью в Европе, да, будет сложно европейцам, но, тем не менее, Европа проходит этот сезон без российского газа. Поэтому нужно поднимать ставки, и нужно поднимать ставки здесь двумя вещами. Первое. Эти взрывы, они, с одной стороны, увеличили уже цену на газ. Они также заставят многих европейских политиков в РСК говорить о том, что нужно садиться с россиянами за стол приговоров. И не менее важно то, что параллельно с этим многие европейцы начинают переживать, что война, как бы там ни было, боевые действия, а это уже точно боевые действия, они уже находятся на территории Европейского Союза. Если мы говорим о внутреннем аспекте, то здесь мы должны четко понимать, что у них идет абсолютно провальное настроение в российском обществе, связанное с мобилизацией. Очень сложно населению это воспринимать, и нужно переносить вопрос, да, и параллельно россияне не понимают, за что они воюют. Они не понимают, зачем им идти на территорию Украины, зачем им воевать. Это ключевой вопрос последних шести месяцев, семи уже месяцев. Россияне ответить на него не могут. Поэтому российские власти здесь тоже поднимают ставки. Они считают, что они взрывами на газопроводе будут точно. Они сейчас просят заседание Газассамблеи ООН. Я не сомневаюсь, что они будут рассказывать о том, что это сделали то ли американцы, то ли украфашисты, то ли все вместе. И для своего населения будут рассказывать две вещи. Первое. Совершена диверсия против нашего газопровода. Это делают украфашисты. Они начинают уже нападать на нашу территорию, на наше достояние. Газпром – это наше достояние. Недаром перед этим появился и тиражировался ролик о том, что Европа замерзнет без Газпрома. И таким образом они попробуют перевести тему мобилизации на начало боевых действий украфашистов вместе с американцами на территорию Европейского Союза. И плюс они будут пробовать вносить хоть какой-то смысл в то, зачем россияне воюют на территории Украины. Это, конечно, абсолютный бред, абсолютный маразм. Но они пробуют вот это делать. А как вообще можно подорвать такой объект? Это подводные лодки, водолазы или, знаете, такие подводные дроны должны быть? Ну, я не слышал о том, что существует подводная дрона, но здесь, наверное... Ну, такие роботы, да, подводные. Ну, думаю, что вопрос здесь не совсем ко мне. Думаю, что есть специалисты, которые более качественно могут ответить на этот вопрос. А с какие страны имеют ресурсы для исполнения подобного, как вы считаете? Только ли Россия? Ну, я уверен, что больше никому это точно не нужно. То есть из тех, кто теоретически мог бы что-то подобное делать, кроме россиян, это вообще никому не выгодно. Вот просто никому не выгодно поднимать этот уровень эскалации. Потому что мы же понимаем, что после этого россияне начнут опять кричать о том, что нам нужно применять ядерное оружие. А Лукашенко будет показывать на карте вот откуда только уже не нападение на Беларусь, а вот откуда вылетали условные дроны для того, чтобы подрывать наш газопровод. Ну вот мы сейчас видим, да, карту, и на этой карте видим Северный поток, и где вот эти взрывы, как уже определили эксперты, произошли. А как вы считаете, насколько тщательно продуманной выглядит эта диверсия, вот исходя из вот этой карты, которую мы сейчас видим, например? Ну, опять-таки, здесь я небольшой специалист. Ну, то, что это удалось сделать, то, что это, в принципе, операция произошла успешно, ну, насколько успешно слово здесь правильно и применимо вообще, говорит о том, что, наверное, все это было продумано и все это было сделано так, чтобы никто ничего не зафиксировал. В любом случае, пока нет никаких данных о том, что кто-то что-то фиксировал, кроме, если я не ошибаюсь, норвежцев, у вас в сюжете об этом говорилось, которые сказали, что их специальное ведомство отмечало, что были какие-то дроны. Но насколько это зафиксировано, не зафиксировано, пока сказать очень сложно. Ну вот по информации Дершпигель, да, ЦРУ несколько недель назад предупредила Германию о возможных готовящихся атаках на трубопроводы Северных потоков. Если это так, почему они не отреагировали, как вы считаете? Вы знаете, в принципе, это вопрос, наверное, к германскому правительству, но, тем не менее, американцы, ну, мы уже это видим на протяжении всей этой войны, что они имеют очень хорошие источники в российском руководстве, они очень четко понимают, что намерено или что не намерено делать Российская Федерация. Поэтому я думаю, что в будущем уже точно, когда ЦРУ будет предупреждать о подобных вещах, наверное, будет что-то предприниматься. Но, с другой стороны, не нужно забывать о том, что, я не помню точно, протяженность газопровода Северный поток-1, Северный поток-2, но это огромнейшие территории, которые проходят через несколько стран. Поэтому, возможно ли было упредить вот такой теракт, ну, мне тоже очень сложно сказать. А вот что последует после вот такой вот аварии, да? Будут новые угрозы. Чего можно ждать от Кремля сейчас? Ну, от Кремля мы будем ждать только одной вещи. То есть они на самом деле хотят только одного – застабилизировать линию фронта на нынешнем... Ну, застабилизировать нынешнюю линию фронта. И ради этого они будут идти на все – на шантаж, на поднимание ставок. Осталось только ядерное оружие. Вот они будут, я думаю, что в ближайшее время, в ближайшие дни, особенно после геносаблей ООН, они будут кричать на весь мир о том, что им ничего не остается, как для собственной защиты применять ядерное оружие. Вот как Европа отреагирует на эту ситуацию? Ну, зима ведь скоро. Там пропаганда и так давно работает, российская, да? Мол, замерзните без российского газа. Помните, акции протеста устраивали и шантаж усиливали. Как Европа отреагирует? Я надеюсь, что очень конструктивно. Я надеюсь, что не будет никаких подвижек в сторону того, чтобы садиться с россиянами за стол переговоров. Особенно после взрывов на газопроводе «Северный поток-1», «Северный поток-2». Ну, нужно себя не уважать очень сильно для того, чтобы садиться за этот стол переговоров. Еще раз повторюсь, хранилища заполнены на 85-90%. Поэтому сейчас, как таковых, серьезных проблем для прохождения этого отопительного сезона, насколько я понимаю, нет. Ну, то возможно ли отключение украинской ГТС, например, под предлогом, что там тоже возможны поломки, да? Они украинскую инфраструктуру хотят разрушить и с такой стороны могут зайти, как вы думаете? Ну, в принципе, о том, что они могут отключить украинскую ГТС, мы говорим последние уже 7 месяцев. Поэтому в данном случае, ну, с моей точки зрения, это вопрос времени, когда они ее отключат. Завтра, завтра, через месяц. Но в любом случае они планируют это делать, и это у них план А. Но, скорее всего, Украина будет усиливать охрану на объектах инфраструктуры? Ну, безусловно, нам нужно после этого точно усиливать охрану на объектах инфраструктуры. Но, кроме всего прочего, мы же тоже должны понимать, что россияне сейчас активно начали обстреливать именно наши теплостанции, именно те объекты критической инфраструктуры, которые повязаны с отоплением электроэнергии. Ну, вот этот набор, да, который Россия использует, это террор на атомных станциях, вот «Северный поток». Что она демонстрирует миру, и вот как такую страну можно назвать? Ну, это страна-террористы, это мы все прекрасно понимаем, а демонстрируют она миру только одно. Сядьте с нами за стол переговоров. Они требуют от мира, чтобы с ними садились за стол переговоров, и они очень хотят оставаться великой страной, хотя на самом деле все прекрасно понимают, что после этой войны они в любом случае перестают быть серьезным центром влияния в мире, и они превращаются просто в одного из региональных игроков на этом процессе. Хотим сказать спасибо Вадиму Денисенко, исполнительному директору Украинского института будущего, советника министра иностранных дел.